привет вас это видео прежде всего важной тем что я хочу с вами обговорить о рисках которые существуют для украины связи с войной и риски которые могут то ли другой степени усложнить победу украины поймите риска всегда существует война это вообще рисковое дело и знать риски очень важно это причине давайте мы их рассмотрим но не с точки зрения хайпа с точки зрения как бы здравой логики с учетом всех факторов плюс и минус ну и соответственно будем смотреть что же дальше потому что мы сейчас риска которая имеет место которые могут отрицательно повлиять на ход войны в украине но еще риски могут и не повлиять тоже но знать их очень важно так смотрите трамп скорее все начал предвыборную уже свою компанию начал выступать и в общем то здесь нет ничего удивительного что он начал наезжать на байден это вполне логично критиковать его политику по отношению к войне вполне логично и он бросил такой клич для народа сша прессе что нельзя допустить третью мировой войну ну вы сами понимаете россия и ядерное оружие третья мировая для американских зрителей для американских избирателей это действительно шикарная платформа для предвыборной компании вы сами понимаете вряд ли найдется какой-то житель сша который сказать я хочу третью мировой в основном масса будет против и вот трамп говорит надо немедленно чтобы украина с россией начали мирные переговоры и не допустить третью мировой очень тонкий политический ход и очень пиара шикарно понятное дело что часть жителей сша однозначно поддерживает такую идею трампа рита на допускание немедленно садятся стол переговора то есть место украина россии договариваться понятное дело что подсознательно подразумевается что края должна уступить часть территории россии ну и тем самым вот все хорошо все замечать но зато не будет третьей мировой ну здесь конечно кто-то скажет тащи до выбора далеко ну да выборы будут таком ноябре 2024 вообще на сегодняшний момент на смотрите если посмотрите или почитаете там российские средства массовой информации вы найдете колоссальное количество статей опросов делать однозначно трамп выиграет на следующих президентских выборах сша и дальше наш друг он немедленно заставит украину сдаться и в этом все ну смотрите во первых чаще все эти все опросы не совсем вопрос вот примеру канал который это это поддерживал трампа это его как бы телевизионный канал там делать опрос понятное дело что большинство зрителей да мы будем голосовать за трампа бессмысленно даже когда некоторые делали опросы вроде бы со социалистской группы они же не задавали вопрос по поводу будете ли голосовать за трамп или байден не издавали другой вопрос довольны вы экономической ситуации которая сложилась вот сейчас или который был при трамп цены сша выросли понятно что мы говорят нет так что тут еще ничего не значит вообще что правильно поняли да байден конечно где даже не пойду ее партии делает ставку на то что украина до следующих президентских выборов победит путинскую россию и тогда и тогда действительно шансы прохода или избрание нового президента демократов резко возрастает тут не имеет значения это может быть байден это может быть новое лицо но вы сами понимаете если америка победила тут сработает уже другой трюк когда американцы будут голосовать за победителя это всегда играет вообще в америке очень часто любит победителя и действительно если данной ситуации украина побеждает россию с помощью как бы демократов да это играет слово победить это может быть по-разному восприниматься это к примеру украинская армия выбивает россию с территории украины тоже победа украинская армия на грубо говоря входит там крупнейших город но то соблюдать самые крупные тоже по то есть победа здесь по-разному воспринимается конечно идеальная победа это смена власти в россии и появление в россии ну как бы такой власти которая была бы удобная или интересная для сша идеально ну это рассматривается но все понимают что вероятность такого самая большая по этой причине это на потом а а вот это более на приземленно что да украинская армия выбивает российскую соответственно сша воспринимается что россия слабо армия слабо америка превыше всего и тогда что подобные победа победа побед в этом случае да действительно демократы могут очень сильно надеяться на будущее президентских выборах не в зависимости будет травм не будет это уже это ролик он не играет когда уже будет играть роль победителя по этой причине даже некоторые политологи не я сразу говорю это политологи ну так начинает сквозь строчек или даже с намеком говорит что байдену не нужна быстро победа по этой причине вот он хочет приурочить его ближе к президентской выбор может быть вполне ну что понимаете если даже сейчас победа а выборы далеко а за это ну это да да с точки с точки зрения вот политтехнологии победа должна быть это летом 2024 или ближе к осени тогда действительно на общей эйфории кандидата демократа стоит президента однозначно а если победа раньше проходит срок какие-то пять очередные скандалы какие-то и тогда уже победа подзабывается тогда уже выборы идут на лозунги типа к цели выше кого ниже кто хороших тупо это другая ситуация по этой причине с точки политтехнологии действительно для байдена для его партии победа нужно ну летом 2024 и даже в конце лет но не раньше раньше она не нужна это тоже наручить война из война что ну ладно президентской выборы далековато но сейчас как вы понимаете будут до выборы конгресс сша опросы показывает опросы что байден скорее всего потеряет большинство в конгрессе то есть республиканцы наберут больше голосов там опять же что вы немножко правильно поняли вот это вот время тремя ротации когда демократы больше то республиканцы это не столько от украины зависит это зависит именно от американских избирателей понимаете тут ну по разу может к ним относиться но вот это вот привычка чередовать она как бы заложен на генах практически каждый раз очень часто там действительно происходит чередование то больше республиканцы заходят то демократы республиканцы теле другие обещают и другие рассказывают и другие проекты но получается так когда него позиция не такие мощь потом заходит во власти серьезно и опять же те которые были при власти попадать в позицию не сразу раз вот это срабатывает срабатывает ну сказать это на уровне менталитета да то к сожалению это поменять невозможно нет серьезно то если вы посмотрите от чередование вот этих двух партий скотину это абсурд ну что такое то нет не абсурд потому что когда при власти риторика одна как только в оппозиции совершенно и народа это нравится вот вечная тема там пока в оппозиции ой мы будем там бороться с инфляцией мы создадим миллион рабочих мест мы там снизим налоги ура ура пришли к власти все немножко по-другому вот так вот все работает по этой причине да действительно но есть такая большая вероятность не стопроцентно сразу что скорее всего больше конгрессменов будет от республиканской партии ну что как бы демократов насмотрелись куча претензий куча претензий они обещают как всегда а вот теперь мы опять вот этих вот эти будут точно все исправить хотя до этого нет и действительно возможно ситуация что действительно теперь получится так да есть президент и есть конгресс точно и палат сенат но большинство у байтона не будет то есть его партии давайте точно чем это опасно для украины но смотрите было последнее голосование за эти 12 миллиардов больше часть республиканцев не голосовал обращаю ваше внимание они не голосовали против но не голосовали за там по моему четыре республиканца что ли проголосовали остальные просто просто не голосовали ну в принципе это тоже такая хитрая игра очень хитрая игра ну опять же сказать американская американская но она в общем-то сыграла и сыграла опять же на избирателей потому что что сейчас республиканская разгоняет они разгоняют такую тему что не надо распылять деньги налогоплательщиков что мы так довольно много дали украине что если мы будем еще больше давать значит соответственно она повышает налоги сша ну вопрос болезнь налоги так тоже не любит и по этой причине на этом заигрывает вот мы все-таки считаем по этой причине если действительно республиканцы получает большинство конгресс ну в сенате в палате представителей очень сложно будет проходить финансирование украины очень сложно мнение это не значит что они бы трассать против поймите правильно они за путина голосовать не будут тем более что если даже посмотреть они тут варен следующий трамп уже что угодно говорить это немножко драста но просто получится такая ситуация носят и были выделить кроме там миллиард 2 миллиарда а тут дискуссия 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 ну и конечно сказать нет не дайте миллиард но давайте 800 миллионов вот такой будет то есть однозначно что общение нет вот тут ну что сейчас вот вот республиканской не будет нет нет смотрите республиканцы тоже будут голосовать за выделение денег украине но более длительно и будут постоянно стараться что-то урезать и объяснить своим избирателям что смотрите мы сэкономили для вас вам не нужно будет повышать налоги вы такие хорошие поняли так это работа это работа шикарно шикарно люди взяли о налоги повышать не будут вот хорошо хорошо вот мы сэкономили ой молодцы так что да действительно с финансированием будут проблемы то есть она не прекратится теперь что касается ленд-лиза опять же я не имею доступа до такой в самом сайда там а из того и публичной информации то что там печатали в сша до соответственно наши заявляли что произошло прошло следующее да занялись проголосовали помните в мае этого года причем так эйфорически до проголосовали 9 мая подписали и казалось бы ну вот все проголосовали сейчас ух пойдет сумма даже называть помните 65 миллиардов там и так дальше уже уход заканчивается день как не было так и и не собирается поднимали провод час начнется этот календарный год сейчас тоже нет да я не спорю там мы разговоры ведутся это не значит что его забыли не давать разговоры дискуссии ведутся буду сидеть какая возникла проблема ну потом эти вот это тоже тот нюанс который наши ребята никак не могут понять и подпиши когда я ребята табуретки по вам запустить когда вы принимаете это решение просто табуретка взять и запустить по вам если вы действительно не соображаете как работает ну и более из кучи умных людей которые вам объясняют нет вы это слушать не хотите а слушайте каких-то чудик смотрите чем отличается модель власти в сша вот украина нам это тоже надо делать обращающими да министр финансов это человек ну во первых ее кандидатуру да ну чтобы правило кто такой президент в сша это премьер-министр президент в одном лице у них глава правительства этот президент порядок министр он не уподчиняется но вот это говорю вот чего нет в украине зараз них мисс финансов при том что его же как сказать байден привел ну как бы самостоятельно в своих суждениях мало того вот если он считаешь неправильно он говорит неправильно понимаете-ка то что у нас у нас у нас так не получилось это плохо это ужасно то что получается знаете там пример навалило это сделать а тут что произошло минус финансов вот то что я постоянно говорю на войне главные укройте главное денежки ребят война это деньги все эти там лозунги транспаранты волонтеры это все антураж деньги вот такой война и в данной ситуации министр финансов сша причем я абсолютно понимаю он задал такой вопрос хорошо вот мы выделяем украине 65 миллиардов договорились сможет украина их вернуть ну но если вы говорите что может расскажите мне как то есть причем не просто на пальцах чисто механизм как украина будет возвращать эту сумму с учетом то что надо будет поставить украину строй а потом платить по другим долгами просто так что теканет как как украина вернет это не сколько на это уйдет и лет так дальше или вот период как вот когда начали про это говорить тупик полный и давайте чисто математика экономическая показывает что украина не может с учетом войны и победы и восстановлению ближайшие 10 лет после победы вернуть это 65 миллиардов не может не может просто не может если по-честному нет если подрисовать такой подрисовать от тигры чем сила министра финансов вот он подрисовать не признает честно вот вот так вот без всех этих ваших а а она сложно потому что действительно сумма колоссальная ну представьте получается 6 миллиарда нам надо было те же год на плюс игру еще других это там что 20 30 милляд у нас не будет столько физически валюты темы и возьмемся хорошо мне сразу нет проблем тогда скажите мне пожалуйста за счет каких налогоплательщиков вот эту сумму будем покрывать вы мать не за счет бюджет нет проблем давайте объясните своим избирателям что у их заберут у их деньги и отдадут украине 65 миллиард рискните ложь архи служб чертовски служб потому что принципе логика ленд-ли закай предполагается да наперед дается война техника так дальше там деньги товары а потом все-таки да это выделяется с бюджетом а потом компенсируется и дырка закрывает то есть другими словами вот шутка ну логи хорошо мы сейчас даем но потом эти все деньги и бюджет сша это все получит бюджет сша это вы мы соответственно вашим них а теперь получается на налогоплательщик американский сказать что ребята не будет а вы должны заплатить шестьдесят пять миллиард я говорю почему здесь министр финансов в общем то как экономист чертовски право чертовски прав ну что вы знаете как ситуация то он отвечает за бюджет вы там большие политики идите к чертовой бабушке вот здесь конкретно и правда это потом из него спрашивают если ты искать вот вот мне вот эта идея нравится чтобы такой мисс финансов был нечестное слово ну что у нас же бывает как ну видно что так делать нельзя миссис нормально сойдет что-то делал у меня сказали ну что это такое и действительно байта не может на него надавить не может не мало то если он начнет на него давить он ну прессе сообщит и будет целый скандал потому что нельзя да он его команде он не упочиняется но что касается вот бюджета он такой звер такой враг потому что вот вот эта вот игра сильная игра что он защищает деньги налогоплательщик с другой стороны если не плачь налоги оху тебе со всей стройкой что тут получается вот эта игра когда вы смотрите я ваши деньги каждый цен защищает но если вы не платите но тут я вас на вас натравлю все шутка можно чтобы вышибить все но вроде бы как бы справедливо ну правильно если он так защищает деньги мои то от соседней платья не он давайте прессонить это гада соседа тут же справедливость должна быть на сегодняшний ветком пенсаторов нет ну с красивое слово есть разговоры что давайте возьмем часть денег арестованных нового россии и вот это что почему сейчас обсуждает так дальше миссия у нас соглашается нет проблем пожалуйста вот так все математика сходится там 300 миллиардов арестовали 65 миллиардов с это забрали все тогда он всем налогоплательщик ребята смотрите я 65 дал мне 65 дали нет проблем но нужен закон отдельный закон поэтому потому что ну просто так нельзя естественно начались этой дискуссии но ситуации ну как вам сказать длительно там есть масса юридических тонкостей масса нюансов нюансиков плюс есть еще одна такая бяка вы поймите россии даже скажем так сша не планирует ругаться с россией она ругается с путинской россии мантика по этой причине те же самые как бы руководители горит ну понимаете как мы против путина однозначно и мы хотим чтобы он ушел на дуло не убивать не собираемся вот тоже найти все все вот тут без проблем хорошо он уходит меняется над власть в россии приходит демократическое справедливо и так дальше нет рассматриваем где такой глобальный вариант понимаете если сейчас сша заберет даже этих 65 миллиардов или другу там мириться сложно будет архи сложно потому что даже любой кто придет после путин самый демократический вот сказать минуту но смотрите вы это ну 300 миллиардов это собственность ну как бы народа россии собственность золотой валюты резервы россии если вы их забрали получилось вы забрали у нас соответственно возникает вопрос компенсатор его но если вы хотите если мы уже начинаем дружить то возникает вопрос ну как-то надо подумать компенсатор по этой причине да на сегодняшний момент у всех устраивают арестованно все появится демократическое правительство россии мы аресты снимем и вернем супер реально даже кашель начал вот так это в общем то и хотят по этой причине вот эти разговоры мы конфискуем я как-то рассказывал что был прецедент с ираком и был с ливией да там не извиняюсь не с ираком с ираном ливии это немножко другое иран ливия это не россия и на сегодняшний момент даже так найти стратегически никто не ставит цель что вот с ираном сша будет дружить с россией ну как бы тут немножко другая другой момент и по этой причине да на сегодняшний момент вот эти вот нюанс как профинансировать ленд-лист подвис просто с точки зрения математики и если вы посоветуете ну как как надо вот или вы забрать американской нового политического 65 миллиардами варить еще раз говорю это нельзя в америке нельзя если вы забираете значит вы должны сказать мы у вас забираем 65 миллиард открыт как это сложно или тогда действительно принят закон согласно которого вы за арестованный денег забирать 65 миллиардов но при этом вы должны понимать что в любом случае даже если сейчас если произойдет какая-то смена власти в россии он будет очень сложно объяснить новой демократической власти а ей будет сложно обратить объяснить жителям россии куда дели 65 миллиардов архи и вот эти все лозунги там не сработает это очень болезненный вопрос так что здесь вот такая беда существует ну ладно пускай там разбирается это не да это зависит но просто помните сейчас если добавится еще вот это новый формат конгресса с республиканцами то еще усложнится вот так вот так так еще то есть принятие то есть смотрите еще сгорю республиканцы тоже против россии однозначно то есть они никогда не буду поддерживать путин это может быть речь но данной ситуации просто тогда уже процессы вот это финансирование поставки военной помощи но в тихо будет усложняться 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 до дури когда укажется в пазаре вот сейчас по зарезу нет тягует месяц второй практически тот же самый 6 евросоюз если обратили внимание уже последние санкции россию за это порой то есть из первых действительно были азарт это сейчас они давайте они не имеют права не штамповать вот эти пакеты то есть это уже как бы политика но каждый пакет он еще более в такой бестолку вот и последний даже пакет санкции которые не приняли перечислить список перечислив из лиц ну что это такое россия купила аннексировала часть территории украины открыто и вы в ответ на это все что собрались там а вот мы в список включили вот этой коллаборантам да ребята не собирается к вам ехать ну как дети мало то что вы включили список это чушь и там какие-то третий степенные ну просто маешь опять же считаться мы санкции против новых технологий ребята давайте но технологии обходят и тупо покупают на тайване потом переедете или на гонконг перепродают себе это все не работает вы же не контролирует не контролируем а что касается вот нефть приняли решение но такое бестолковое то есть приняли решение где на принимать новое решение ну и сколько будете принимать мы по консультируем решение будет принято так не скоро шоу а про газ вообще подзабыли ну-ка всегда то есть получилось что вы помните европа я не спорю она сейчас 10 очень сильно в экономике европы хуже не придумаешь там гуляться все и по этой причине поймаете им сейчас даже как бы кита мощные санкции против россии ну не популярны и популярны это да что касается военной помощи на поймете как европа то поставляет на трех ней возможности поменьше военной и на его нельзя делать ставку и это на будет поставлять там этот ну вот знаете так по чуть-чуть то но там заявили что сделаю фонд 100 миллионов издеваетесь 100 миллионов все это не все до американцы вот американцы действительно ну смотрите насчитали 17 миллиарда американцы в этом году нам дали такой если посещать всю финансовую помощь финансовые военные на и получается что если вот такая помощь в следующем году уменьшится или будет очень то вот это самый большой риск для украины война продолжается а нам катастрофично не будет хватать вооружение катастрофично ребят это точно вот эти вот эти все мобилизации это все чушь собачья и в россии в украине тем более война это новые технологии деньги деньги вот я уже про бюджет говорил еще раз напомню смотрите бюджет украины на 2023 год это бюджет войны причем там запланировано что на войну выделяется в общей сложности больше триллиона гривен и практически рассчитывается что этот триллион даже там триллион 400 дадут ну европейцы и плюсы ну сша европу и по этой причине да действительно этот бюджет под так подшит под английский душ он предполагает что как минимум сша должно нам предоставить 30 миллиардов долларов 30 миллиардов ну соответственно это вооружение не в деньгах то вооружение так дальше а если не предоставит вот и не пойти как они вот предоставить но вместо 30 12 10 не да просто нет нет ноль не будет суммы меньше значительно может может потому что у то республиканцы то эти то эти то есть мы тебя просто руку заложили на войну не заложили правильно но заложили на большую войну а если по политическим соображениям мы это не получим что делать вот этот самый главный риск украине денег нет и не будет абсолютно давайте какая ситуация может конечно сколько угодно там кричать вот олигархи паскани и олигархи так на сегодняшний момент финансирует экономика украины чуть ли не 99 процентов потому что для мало среднего бизнеса сделать и два процента вообще не платят то есть там сжали на сегодняшний действительно основные источники наполнения госбюджета крупный бизнес ну это что зеленский договорился с большинством олигархов только два олигарха но вы догадываете коломойский там еще один который стали в позу и говорят что это не наша война ничего давать не будем а все остальные по причем платят на период так дальше благодарим бюджет на поезд но не хватает причем у нас какая из беда нам не хватает валют потому что вы сами понимаете экспорт в таком виде как до войны сложно металл да зерно кое-как там отладили с металла проблема остальные твой даже не вспоминай вот эти получается ситуация что для того чтобы покупать вооружением нужна валюта 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 если нам не будет сша при сша давать деньги или вооружение то у нас валюта своей нет абсолютно не ну давайте даже если мы полностью потратим все золотые валютные резервы нам на войну не хватит не хватит абсолютно война игрушка очень дорогая ужасно по этой причине как бы там вы по калькулятору не считали не получится ну что хорошо мы там сейчас байк тары покупаем тогда что-то часто производство но мало кто знаешь это что же на заплатить так-то просто плюс ракеты надо пороха надо все надо так дальше я понимаю что есть тут конечно популисты которых часть давайте организуем это все украине чушь собачья для то чтобы это все организовать в украине а там высокотехнологичные новое для этого надо еще больше чем 30 миллиардов серьезно там надо все 100 миллиардов 30 лет нашего ввп играла в дурочку выпускала военную технику вы поняли что ни черта не делать то есть грубо говоря переливали с пустого порожья что-то там перекрашивали это самое ну поймите это же не то что сейчас вот ну 30 лет причем у нас ладно там последние годы позже а вот время куча вы так успешно развелась в паках где это все делось вот то что не троги тоже бы я приеду кое-очек успешному пока работал даже не троги даже не троги у эти украинские снести вот если вы снесли вовремя и отдали американцам да так уж понимаете к ситуации ну вот нужны ракеты так но вам никто технологии не передаст а то что вы там начнете кустарным образом что-то делать отстань нужны пороха опять же патент патента никто не даст ну что пороха немножко поменялись старые старые нафиг никого не нашли наверно вы слышали что там были курьезы когда захватывали с двух сторон старые склады и снарядами а потом говорит да нафиг никому не надо понимаете очень курьезы по этой причине организовать в украине нереально пофантазировать может мира что украине реально одежда продукты питания для армии это реально и миссия гривны чтобы платить зарплату вот это реально да это вот действительно за счет ну скажем своих средств можем покрыть вооружение никак поэтому причине действительно если в таком раскладе выиграть войну сложно архи сложно не но воевать можно выиграть сложно ведь война может затягиваться на годы и даже больше но когда грубо говоря от линии фронта выставляете хорошо там мы отбили куда часть ура все двинулись потом две армии так сказать выдохлись остановились на ком-то рубеже не знаю что дальше содержать миллион армии бюджет наш надо рвется не можно только за счет эмиссии вот тогда инфляция тысячу проценту будет реальность ребята реальность от не шутки потому что содержать миллион армии сброса за счет эмиссии эту тысячу процентов инфляции каждый год течение десяти лет но как весел посмысленно плюс вы сами понимаете что если даже остановился фронт значит восстановление него не будет потому что будет много разговоров на себя говорить ну как рано если будет мир то да что сейчас сейчас мы восстановили щас там еще есть я говорю что есть такой риск исходя из исторических аномалий что ребята навоюются с двух сторон устанут действительно ну и шуту плюс поставки вот эти может затормозиться сильно когда будет вроде поставить после не как бы поставляет для удара не очень хватает что-то для для обороны такой оппозицион и действительно есть такая ситуация вот вы выстрелы с линии фронта на какой-то позиции и полевые командиры договорились о перемирии на пасху или на ручество не имеет значения на что то есть на уровне внизу ну президента нет не разговаривает понятно это все перемирие то не продлили потом еще продлили потом еще продлили и так можно продлевать и вроде бы как бы тут президенты заявляют что мы ни за что тем более это что полевые командиры вообще никто не что и вроде бы как бы не стреляет пол невозможно и потихоньку все успокаиваются вот все 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 есть но понимаете нет уж окончательного мира значит что прошел месяц никто не стреляет прошел второй тоже никто третий уже все успокоились и тут ракеты шарах там бомбы шара вот это вот это получается что как бы нормально существовать не можно потому что никто не может четко понять восстанавливать этот мост не восстанавливать строить не строить завершать не завершать что будет что-нибудь не не спорю историю знает случаи когда некоторые страны таком состоянии живут десятилетия ливан например да там такая собака израиль немножко нет но это абсурд ребят и действительно влезть в этот абсурд это хуже не продумаешь но такой риск существует сожалению рисков понимаете отсюда чем но почему они появляются так когда ты знаешь они есть направлять на хим мы можем управлять на выборы в конгресс сша не может можно повлиять на выборы президент сша не может можем ли повлиять на изменение властью в москве тоже не может нет там действительно есть предпосылки штаб власть поменяется когда все что мы на сегодня мы можем это пока вести боевые действия надеется что все таки удастся поступление там сша как бы удержать хотя бы на этом уровне хотя бы на этом больше ну хотелось бы но это очень сложно и очень сильно надеется что мобилизация просто подорвет саму россию потому что здесь ну это тоже по-моему не тайна вы наверно такой же и догадываетесь наши ребята вот если посмотреть что наши ребята планируют они планируют следующее что когда мобилизу ну эти самые молодые неопытные кинут как бы бой если действительно нести хотя бы на одном участке довольно сильный удар чтобы были очень большие потери понятное дело что трупы пойдут в россию и это может привести к ну социальному напряжению на это делать наш стал ну понимать к ситуации одно дело когда вот эти вот как бы бояки контрактники ну здесь сделать такое а вот когда человека забрали смотрите но потому что тратик сам идет а тут человека забрали вот представьте банально вот скажем село том селе там забрали этих этих и тут приходят гроба из всех соответственно это сразу перед город или даже от населенного вот это сразу так очень чувствительно причем еще говорю что мобилизованный контракт не две большие вот очень большая разница вот если уже действительно пойдут таки массовые гробы с мобилизованными но это может может по замыслу наших ребят привести к социальным напряжениям когда люди уже действительно вот начали из похорон пришли в митинге демонстрации вот такая ситуация такая надежда или исходя из этого это может повлиять уже непосредственно на руководство россии чтобы не попытались но как-то так где-то упыть и на уступки вот такая ситуация а пока что да пока что на сегодняшний момент ждем чем закончится выбор и конгресс как получится получить военную технику ну очень надеюсь что может надежда такая не ясно с глинглизом жутко не ясно и конечно надежда на то что действительно вот жертвы мобилизованных могут повлиять на общую ситуацию в россии тогда нам будет проще победить это действительно можно будет успеть к выборам президента сша разгромить россию в чем вы выполнили как разгромить и порадовать демократическую партию победой на новых президентских выборах сша и в украине вот такое получилось видео немножко печально и немножко политическое даже немножко историческое благодарю за диване до свидания а